Вторая наша лекция посвящена миру красителей. Краски в нашей жизни занимают огромное место. Без красок мир был бы серым. Мы привыкли, что все вещи, которые нас окружают, имеют цвет. Привыкли к цветным обложкам книг, к окрашенной еде, к яркой посуде. В сумочке любой женщины найдется румяна и помада. Трудно представить себе какой-нибудь предмет, который сохранил бы естественную окраску. Красят все – и джинсы, и тарелки, и стены зданий, и компьютеры, и кетчуп, и газировку. Хотя человек научился получать синтетические красители только в середине XIX века. В 1842 году русский химик Николай Зинин синтезировал важнейшее вещество – анилин. Получил он его реакции восстановления нитробензола. Сам по себе анилин – это не краситель, а его производная – это соединение, которое имеет широкую цветовую гамму. И с этого момента синтетические красители в России начали производить в промышленном масштабе. Само слово «краситель» тоже было изобретено русским ученым, академиком Александром Парай-Кошицем. До этого использовали слово «пигмент». Давайте разберемся с понятиями «краситель» и «пигмент». Сегодня используется и тот, и другой термин. Используя их, подразумевают разные механизмы. Красители растворимы в красильной среде и в процессе окрашивания проникают внутрь материала и образуют с ним более или менее прочную связь. Пигменты нерастворимы в красильной среде и в краске они находятся в специальном веществе, связующее. Именно это вещество позволяет закрепляться пигменту на материале. Синтетические красители появились в середине XIX века. Это был краситель фиолетового цвета. Затем удалось создать жёлтый, чёрный, оранжевый анилиновые красители. И сегодня получают более 8 тысяч красителей. Но что же использовали люди до открытия анилина? До XIX века люди использовали природные красители. И давайте сравним природные и синтетические красители и пигменты. И начнём мы с печатных красок. Сегодня никого не удивляет возможность прямой печати на таких материалах, как стекло, пластик, керамика, металл. Но когда-то это было на уровне фантастики. Средневековые чернила были бурого цвета и изготавливали их из ржавчины. Воду опускали железо, оно ржавело. Получалась дисперсия бурого цвета. Далее в раствор добавляли кору, мёд и часто свинец и ртуть. Да-да, свинец и ртуть. Краски, содержащие тяжёлые металлы, ещё совсем до недавнего времени использовались в печатном производстве. И если перелистываю книгу, вы любите слюнявить страницу, то могли бы и отравиться. Сегодня основой печатных красок является очищенная вода. Краситель может быть получен и синтетическим путём, в лаборатории, органический краситель, а может быть и какой-то природный пигмент. Печатная краска также содержит смачиватель, специальное вещество для того, чтобы чернила не высыхали. Фиксаторы и регуляторы обеспечивают необходимую вязкость с печатным краском. Также добавляют биоциды, чтобы на печатной краске и головках печатающих не образовывался грибок. Установить дату появления первых красок для волос практически невозможно. Им примерно столько же лет, сколько и человеку разумному. Первые упоминания об окрашивании волос относятся аж к X веку до нашей эры. И касаются они, не удивляйтесь, мужчин. Шумерские мужчины знатного происхождения. Красителями были хна, басма, цветная глина, синька. А чтобы быть блондинкой, женщины втирали в волосы смесь цветов лютика с селитрой. Далее наносили на волосы смесь сафлоры, это тоже такое растение, ила, извести и солей серебра. Далее закрывали лицо тканью и часами лежали на солнце. Сегодня состав красок для волос, конечно же, отличается. И основным компонентом является перекись водорода. Но механизм окраски волос аналогичен – это окислительно-восстановительные реакции. В качестве окислителя используется перекись водорода. С одной стороны идёт процесс окисления кератина волос, а с другой стороны перекись водорода взаимодействует с пигментом, и пигмент приобретает окраску. Сами оксидационные пигменты – это неокрашенные вещества. Являются производными фенола, аминофенола, а при взаимодействии с перекисью водорода становятся прочными цветными соединениями, нерастворимыми в воде. Давайте перейдём к декоративной косметике. Ещё первобытные люди обмазывали себя глиной и рисовали магические знаки на теле. Красавицы первого тысячелетия нашей эры использовали бирюзу для подкрашивания век. В современных тенях присутствуют недорогие синтетические пигменты. Окрашивающие вещества, используемые в производстве губной помады, могут быть как растворимыми в масле или в жире, так и нерастворимыми. Могут быть как органической природы, так и неорганической природы. В группу неорганических пигментов входит двуокись титана, которая часто используется в рецепте губной помады. Дело в том, что двуокись титана придаёт губам блестящую и плотную окраску. Применяют и ряд окислов железа, с помощью которых можно получить оттенки от жёлтого до тёмно-коричневого. В практике часто используются органические красители, но в состав элитной косметики могут входить и натуральные пигменты, такие как жемчужный пад, который находится в тишуе некоторых рыб. Красители для тканей и картин до XIX века также были природными, натуральными. Они изготавливались как из растений, так и из животных. Например, кармин получали из самок-насекомых мексиканской кашенели, культивируемой на кактусах. При помощи жёсткой щётки насекомых счищали с кактусов, снимали именно в определённый период предшествующей кладке яиц и экстрагировали из них кармин, обрабатывая раствором аммиака или карбонатом натрия, а потом фильтровали. Красящим веществом является карминовая кислота. Это производная 1-гидроксиантрохинона. Окраска же карминовой кислоты может быть разной в зависимости от кислотности среды. В кислой среде окраска получается оранжевой, слабокислой – красной, в нейтральной среде – пурпурной. С древнейших времён кармин использовали для окрашивания пряжи, из которой изготавливают ковры. В Англии кармин использовали для окраски ткани, идущие на изготовление традиционных армейских мундиров. Пурпур – самый известный, самый дорогой и самый недоступный натуральный краситель. За насыщенный красно-фиолетовый цвет отвечает вещество дибром-индигокармин. Получают его из секрета желёз моллюсков. Так как сами моллюски небольшие, 5-10 см, то из каждого удавалось извлечь примерно 1 мг красителя, которого хватало на крошение примерно 1 г шерсти. Поэтому для того, чтобы окрасить 1 кг шерсти, требуется не менее 30 тысяч моллюсков. Пурпурные ткани всегда считались роскошью. Следующий краситель природный – индиго. Когда-то был самым важным красителем в мире. Древние египтяне заворачивали мумии в ткани, покрашенные индиго. Само же название индиго говорит не о химической структуре вещества, а о родине его произрастания. Растения индиго начали выращивать в долине Инда более 5000 лет назад. Краситель вошёл в молду во Франции при Наполеоне и был безумно дорогим, пока в 1882 году немецкий химик Байер не синтезировал его в своей лаборатории. И с тех самых пор красителем индиго окрашивают джинсовые ткани. Человек всегда учился у природы. Чтобы получить синтетические красители, ему пришлось изучить структуру и свойства природных красителей. И примерно 50 лет назад зародилась наука бионика, наука о применении в технических устройствах свойств живого. Если мы сравним полимеры и энергетические источники, которые используют природа и человек, то можем сказать, что природные технологии отличаются экономичностью и скромностью по сравнению с рукотворными. Так, в наличии у природы полимеры только полисахариды и белки. Причём полисахариды построены почти из однотипных моносахаридов, а белки из остатков всего лишь 20 аминокислот. Человек же сегодня уже научился синтезировать более 300 тысяч синтетических полимеров. И практически все они не биоразлагаются. По энергетическим источникам природа использует энергию солнца, возобновляемый источник. У человека есть уголь, нефть и газ. Однако по технологиям нам есть чему поучиться у природы. Человек научился создавать камуфлированные ткани и маскироваться в природе не хуже животных. Исследуя процесс изменения окраски животных в зависимости от внешних условий, учёные бионики переняли идею изменения цвета под действием температуры. Платье, насыщенность цвета которого меняется не только в зависимости от температуры, но и от освещенности, и даже от звуков. На кафедре химических технологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна студенты умеют не только применять разные красители, но и их синтезировать. Спасибо за внимание.